Всем привет, говорит Гетфан, и сегодня в режиме подкаста я изложу свои мысли по поводу статки, берунгов, неберунгов и почему так весело и задорно можно слить победный бой. Вместе с ним 3 ляма серебра, 80 тысяч свободного опыта и много флажных сигналов. Не тормози, качай, играй и бонусы получай. Ссылки в описании. Брать или не брать? Закончить ли бой или рискнуть и поиграть еще в конкретно вот этот вот бой? Такие вопросы или даже не вопросы возникают сплошь и рядом. По крайней мере в боях, где вражеская команда, ну, как бы не особо торопится побеждать. Если вы не писали такого, ну, никогда и даже никогда не думали о том, чтобы союзные сменицы, ну, не берешь ты, паршивец, добьем, то пишите в комментариях смело об этом и, в общем-то, сойдемся на том, что я был неправ. Но я думаю, таких будет немного, потому как уж очень многие писали и даже присылали реплеи с удивительными победами, которые чуть ли не превращались в проигрыш. Или наоборот, проигрыш, который, ну, на последней минуте стал победой. И чтобы не быть голословным, вот сейчас конкретно у вас на экране будет проходить тот бой, который, ну, сложно было предсказать вот в самом начале, вот прямо сейчас. Особенно после того, как топовый крейсер нашей команды пошел на центр и доблестно слился под фокусом вражеских сил. Так вот, почему же эта проблема из разряда не проблем вовсе вообще сейчас озвучивается мной? Ну, для начала, потому что мне тупо захотелось показать, вон, вот этот вот красивый бой. Не, шучу, шучу. Конечно же, не из-за этого, хотя и из-за этого в какой-то мере тоже. Мне захотелось поделиться с вами мнением, почему же, на самом деле, вот такое вот происходит в рандоме, и почему, на самом деле, я не считаю, что это, ну, так уж и плохо. Но для начала давайте разберемся в корне этой проблемы и из чего она вытекает. Для начала вспомним то, что, в конце концов, все это, вот сейчас происходящее на экране, это только лишь игра. И, как всякая другая игра, она должна приносить нам удовольствие. Ну, или, по крайней мере, не удовольствие, эмоции, это тоже вполне себе неплохой вариант, потому как даже поражение, ну, иногда запоминается гораздо больше, нежели какая-то там другая победа. В любом случае, когда игра приносит эмоции, люди в ней остаются. Кто-то там бомбит, кто-то писается кипятком, но они играют в игру. Ну, а если игра перестает вызывать какие-либо эмоции, игрок обычно берет и забрасывает это дело и идет искать другой способ получения эмоций. Потому что вся наша жизнь, в конце концов, так или иначе, она связана с получением эмоций. Если нет эмоций, если все скучно, то и не стоит заниматься тем, чем занимаешься. Ну, если, конечно, нет какого-то другого профита. Ну, ладно, отвлекся. Так вот, когда происходят вот такие вот бои, которые то ли слив, то ли победа, когда идет качелька постоянная, мы получаем кучу эмоций. И в итоге, когда уже будет известен результат, мы получаем тьму эмоций. Либо наш стул горит в ужасе от того, что победный, по нашему мнению, бой, союзники слили. Ну, или полыхает у противника, как вот сейчас вот у вас на экране, который я осознал, что слил победный бой. Что именно он слил победный бой. Возможно, кстати, если он играет хорошо, он потом осознает это и, в общем-то, осознает, какая ошибка к этому привела. Но это бывает не так часто. В итоге, чем важны такие бои? Тем, что они реально выделяются в игровой рутине и запоминаются сильнее всего. Из-за этого, как ни странно, я не могу посоветовать сейчас брать базу при первой возможности. Все это по одной простой причине, что это, ну, не особо логично. Если вы играете во свое удовольствие, то, как по мне, взять втихаря базу, это, ну, сомнительное удовольствие и странное удовольствие. И выбирать его, это все равно, что выбирать по стрелушке со синей линии в надежде хоть на какой-то там урон. То есть, ну, сомнительное удовольствие другими словами. Конечно, все сказанное относится лишь отчасти для игроков, которые играют на эсминце. Потому как для них правила боя, они обычно совершенно другие. Потому как нанести белый урон, нанести реальный большой урон, они не всегда могут. И поэтому иногда лучше закончить тот бой, когда, ну, уже не можешь нанести больше урона, не можешь как-то повлиять серьезно на результат боя. Просто нужно взять, захватить базу и пойти в следующий бой. И надеяться, что там будет все несколько происходить иначе, нежели как сейчас вот тут вот. И, конечно же, очень слабо сказанное мной относится к режиму превосходства. Потому что если вы там затупите, если вы будете игнорировать точки, то, в конце концов, даже очень неплохой победный бой может прийти к поражению. К примеру, вот как сейчас вот, заметьте, наши союзные силы, в принципе, разделились. Вполне себе обычная ситуация для рандомного боя. Но заметьте, что на точке С два линкора не могут продавить. Потому что С, дефит эсминцы и, в общем-то, наши два бедных линкора оказываются в торпедном супе. При этом туда же наносят удары вражеские авианосицы. Там же есть и линкор, вон, видите, один вот светился на карте. С центра тоже постреливают в ту сторону. Хотя уже в данный момент стреляет больше Демойн по нашему авианосцу. Потому что если авианосец в свете, грех по нему не нанести урон. Но чем занимается вся остальная команда, причем большинство нашей команды, вот, по которым я сейчас отчаянно тыкаю, ну, вообще непонятно. Там нету никого. Зачем выходить из точки А, когда можно было прямо с точки А пойти и напасть на точку Б? Забрать ее? Мне лично непонятно. И пацаны там занимаются неведомо чем и, по идее, сливают нашу катку. Это все плохо. Они в итоге не набьют ни урона там. Ну и вряд ли они там смогут набить урона. Ведь там же нет противников. Ну ладно, не будем отвлекаться и забегать вперед. Вот, просто отметим то, что для превосходства не все мои советы нужно воспринимать прям буквально. А вот для стандартного боя все понятно. Захват точки это, пожалуй, самый простой способ победы в этом режиме. И им надо пользоваться. Но, черт побери, не тогда, когда в бою по обе стороны еще толпень кораблей и проходит реальное противостояние. Иногда по фану, как по мне, лучше вернуться на свою базу и накостылять наглецам, если они уж пошли на вашу базу. Это принесет вам урон и возможно еще принесет, ну, гораздо больше эмоций, нежели захват базы. Главное в этом случае всегда осознавать ту тонкую грани между я пойду в деф и я пойду убьюсь. Ведь противникам домашка-то тоже нужна. Если вы эту грани осознаете, то в этом случае проблем у вас, ну, никаких по идее не должно возникнуть. Если не осознаете, то в этом случае, ну, лучше берите базу от греха подальше. Это непонятно, чего там может произойти, если вдруг вы решите упустить тот самый шанс для получения простой, самой простой победы в нашей игре. К тому же, если условия боя идут далеко не в вашу пользу, то закончить бой захватом это всегда лучше, чем закончить бой взрывом под палубой. И знаете почему? Ну, потому что ремонт корабля, и особенно на хайлевле, съедает львиную долю вашего заработка. К тому же, как ни странно, такой вариант будет намного более экономически полезен. Результат боя, победа или поражение, влияют напрямую лишь только на количество опыта, который вы получите. А опыт, ну, не всегда он нам нужен, но как по мне. Я думаю, все вы обращали внимание, что иногда, хорошо, но стреляв в поражение, заработок получается чуть ли не в разы больше, чем в турбопобеде. Правда ведь? Ну так вот, есть же еще другой тип людей, который играет не просто на удовольствие, а еще на остатку. И вот, если вы один из таких, то вам обязательно необходимо знать, что помимо опыта, и как мне кажется, что в большей степени, на остатку влияет не процент побед, нет. На него влияет больше дамаг и фраги. Опыт и показатель соотношения убил и убит, как по мне, они вместе с винрейтом начнут расти сами собой, когда вы будете правильно взвешивать ситуацию и наносить урон по тому, кому нужно. Потому, мое мнение такое, хочешь фиолетовую статистику, совмещай урон и умение выживать. Как будет получаться, ты достигнешь своей цели. В общем-то, в этом бою это было более-менее показательно, потому что долгое время, пока я не имел возможности наносить урон, мне приходилось тупо крутиться у точки Б. Я показываю противникам, что я есть тут, я по ним постреливал, давал торпедный залп, иногда даже с уроном, пожары тоже нанесли немало урона, но в любом случае я не шел в атаку, потому что не мог себе этого позволить. А когда мои союзники вернулись в атаку, когда их осенило, что пора бы делать хоть что-то, я уже ринулся в бой. И, учитывая, что сейчас, вот видите, что у нас бой практически слит, то есть 914 на 618, можно сказать, сделал я это, ну, прям в самый последний момент, когда я только мог это сделать. Но, так как я очень люблю победы, сейчас, кстати, можно было бы просто забить и не идти на точку С, ведь там впереди опасность, слева у нас амаги, справа у нас целая куча эсминцев, непонятно, куда ставить нос, чтобы не схавать целую кучу урона. И, в общем-то, очень хорошо, что в данный момент засветились торпеды и стало более очевидно, что можно уже не особо рисковать, а уже осознанно поворачивать налево и, в общем-то, быть более-менее в защищенной ситуации. Ну, а так вот, суть в том, то, что, о чем я, в общем-то, все это время говорил. Для того, чтобы получить максимум статки, вы должны не помереть сам первоначально. Вот это вот самая первая у вас должна быть цель в бою. Вторая цель, проследить за домашкой. И, конечно же, это я говорю сейчас о противниках. Если вы набили мало домашки, то надо идти на риск и искать способы получения этой самой домашки. Если риск привешивает возможности получения домашки, то, наверное, на него лучше не идти. И третья цель, в случае, если ваша домашка идет на вашу базу, не забудьте ее позащищать. Сбить из захвата вам также будет полезным. И вот сейчас, в данный момент, когда, в принципе, вот, заметьте, вот, удивительно, макаром, вроде бы, проигрышный бой сейчас вот уже превратился в победу, потому что точку С я отчаянно защищаю. Мне достаточно просто тут тупо не помереть. И все, дальше одно только лишь мое присутствие на этой точке принесет нам победу. Последний возможный противник, который мог бы вырвать победу, этот эсминец, был Фубуки уничтожен. И теперь все уже решено и понятно. И потому можно перейти к итогу и вернуться к вопросу. Бери или не бери? Согласитесь, сейчас, когда вы услышали все доводы за и против, уже не так очевидно, какой же нужно давать ответ. Потому как он будет зависеть каждый раз от конкретной боевой ситуации. И если эту ситуацию вы не умеете прогнозировать, то лучше от греха подальше концентрироваться на взятии точек и баз. Ну а если вы умеете учиться или умеете прогнозировать, то лучше рискуйте, дерзайте и в конце концов экономически это будет вам более полезным. Именно из-за этого мне кажется, что вот такие вот рандомные качельки поддерживаются самими разработчиками. Ведь согласитесь, если бы победа приносила бы более значимые бонусы, то все было бы совершенно иначе. Ну а пока все есть как есть. На этом я буду заканчивать свое изложение мыслей, свой подкаст. На эту тему пишите в комментариях свои мысли по этому поводу, за и против, там побеседуем. И если вдруг вы еще не подписались на мой канал, подписывайтесь, ставьте большой палец вверх. Ну и конечно же не болейте. Пока-пока. Семи футов подкилим вам. Удачи, услышимся скоро в новых видео на моем канале.